Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией Шатах. В школах и училищах Арцах занятия временно приостановлены. Кагроссмены США призвали Байдена рассмотреть возможности доставки гуманитарной помощи в Арцах воздушным путем. Азербайджан проводит этническую чистку в Арцахе. Депутат Европарламента. Европарламент принял резолюцию, требуя Баку вывести войска с территории Армении и открытие Бердзорского коридора. Армянские традиции стали модными. Директор фонда Люсик Агулетси. Пожар в воинской части Республики Армения есть жертвы. В Арне будет основан Болгаро-Армянский культурный информационный центр. Населенный пункт Шатах Западной Армении расположен примерно в 40 километрах к югу от озера Ван. Окружен тремя вершинами Шатахских гор. Горы с живописной панорамой. Население Шатах составляло несколько тысяч человек. В поселке жили армяне. В начале 19 века в нем проживало 3,5-4 тысячи жителей. В годы Первой мировой войны 1200-1300 жителей занимались торговлей, ремеслами, домостроением, пчеловодством, садоводством. Популярным было вязание шали. Самый отборный вид шали был сделан из шерсти Шатаха ангорского козла. Имел две церкви – Сурб-Сепанос и Сурб-Карапет. Был центром рукописей, из которых нам известны написанные здесь в 15-17 веках, главным из которых – Евангелие. Средние века Шатах, как центр провинции, имел крепость, которая в полуразрушенном состоянии должна до наших времен, окончательно разрушенная в 1850-55 годах войсками Османа Паши. В 1915-16 годах армянское население Шатаха активно участвовало в строительстве монастыря Пана. Часть населения, спасаясь от турецкого этагана, эмигрировала и поселилась на территории Восточной Армении. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах сообщает, что из-за нарушения Азербайджану газоноснабжения и энергоснабжения из Армении в Арцах 19 января занятия дошкольных групп первых-двенадцатых классов начальных образовательных учебных заведений будут временно приостановлены. Информация о возобновлении учебного процесса будет предоставлена дополнительно. Соприседатели Комитета по армянским вопросам Конгресса США призвали администрацию президента Джо Байтона оказать максимальное давление на президента Азербайджана Ильхама Алеева, чтобы положить конец блокаде Арцаха, пока кризис не стал катастрофическим. Как отметили конгрессмены, необходимо, чтобы администрация Байдена отказала максимальное давление прекратить любую военную поддержку Азербайджану, ввести санкции против руководства Азербайджана за продолжающиеся военные преступления, немедленно подоставить гуманитарную помощь народу Арцаху воздушным путем. В письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкину и управляющему агентству США и по международному развитию Саманты Пауэр, соприседатели комиссии по армянским вопросам Конгресса США написали, нынешняя международная стратегия открытия пути Бердзора просто не работает. Режим Алеева осознанно предпринимает шаги для удаления армянского населения из Арцаха и лишения возможности свободно жить на земле своих предков. Это явный признак этнической чистки, которую нельзя игнорировать. Западная Армения сообщает, что оккупирующий Азербайджан хочет провести этнические чистки в Арцахе с целью вытеснить коренных армян с армянских территорий. Это начинается с Арцаха, однако заявления азербайджанского диктатора говорят о том, что его амбиции сейчас распространяются на территории Восточной Армении. Необходимо срочно применить санкции, чтобы избежать от членового геноцида. Депутат Европарламента Натали Луазук коснулась темы перекрытия Азербайджана на дороге Бердзов, подчеркнув, что Арцах отрезан от мира. Об этом депутат заявила в ходе обсуждения в Европарламенте на тему гуманитарные последствия блокады Арцаха. Касаясь заявления азербайджанских чиновников, что блокады нет, депутат подчеркнул, что на дороге Бердзора стоят воинственно и псевдоэкологи. Президент Алиев заявил, что относится к населению Арцаха так же, как и к другим жителям Азербайджана, то есть применяет эту блокаду к своему народу. Любой, кто не хочет жить в Арцахе, как гражданин Азербайджана, может уехать. Следовательно, это больше, чем блокада, больше, чем шантаз. Ошуществляется этническая чистка. Что мы делаем? Ничего. Западная Армения призывает международные структуры и руководители своих держав обратить внимание на те события, происходящие в регионе. Главная цель – напомнить президенту Ильхаму Алиеву, что Арцах не входит в состав Азербайджана. В ходе пленарного заседания Европарламента 16-19 января во время голосования 18 января была принята резолюция реализации общей внешней политики и политики безопасности годовой отчет 2022 года. Представляем некоторые выдержки из доклада. Строго осуждается в отношении суверенной территории Армении сентябрьская агрессия в 2022 году, которая является нарушением перемирия и имеет серьезные последствия для мирного процесса. Подтверждается, что территориальную целостность Армении должны уважать. Призыв к властям Азербайджана немедленно вывести войска со всей территории Армении. Военными средствами невозможно достичь стабильного мира между Арменией и Азербайджаном. Это требует всеобъемливающего политического урегулирования в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, Хельскельский заключительный акт ОБСЕ 1975 года, а также фундаментальными принципами Минской группы ОБСЕ 2009 года, основополагающие принципы территориальной целостности, самопределения и неприменения силы. Выражается обеспокоенность в связи с военными преступлениями и бесчеловечным обращением со стороны вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским военнопленным и гражданским лицам, а также к призывам к азербайджанским властям освободить находящихся под их контролем военнопленных. Приветствуется размещение гражданской миссии Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном и призывают Совет Евросоюза расширить число развернутых экспертов, укрепить присутствие в регионе. На пленарном заседании Совета Европы 18 января была принята поправка к докладу о блокировании Азербайджана Бердзорского коридора, в которой отмечается. Европейский парламент осуждает незаконную блокаду Бердзорского коридора Азербайджанов. Нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года направлено на создание гуманитарного кризиса для народа Нагорного Карабаха. Парламент требует от властей Азербайджана немедленно восстановить работу передвижения по Бердзорскому коридору. Директор фонда Люсик Агулетти ГНС Самвилян, коснувшись создания армянских традиций, их история применения отметила, что в настоящее время свадьбы в армянских нарядах стали довольно модными. Люди начали интересоваться армянскими традициями. В прошлом ритуал Нового года имел для армянского народа духовное значение. Как отмечает Самвилян, в эти дни человек очистился от негативных эмоций, пытался оставить плохое в уходящем году. Самвилян отмечает, что в последнее время замечает определенный интерес к армянским традициям. В частности, дом-музей этнографа Люсик Агулетти посещает представители самых разных поколений, чтобы ознакомиться с бытом армян. Подводя итог, ГНС Самвилян подчеркнула, в каждом регионе есть свои обычаи и традиции, которые частично сохраняются во время праздников. Эти обычаи и традиции объединили армян. 19 января 2023 года около часу ночи в селе Азад Геаркунингской области в одной из воинской части Министерства обороны Республики Армения вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 15 военнослужащих срочной службы. Шесть военнослужащих-срочников той же воинской части и один офицер с телесным повреждением в два часа ночи были доставлены в гарнизонный госпиталь Геаркуника. На месте происшествия предпринимаются меры для полного выяснения обстоятельств, говорится в заявлении прокуратуры. Западная Армения выражает соболезнение и поддержку всеми погибшим. Все виновные в преступлении должны быть строго наказаны. В городе Варна на берегу Черного моря будет основан болгаро-армянский культурный информационный центр. Решение было принято во время проведения ежегодно благотворительного мероприятия «Армянское Рождество». Как передает Армий Пресс, об этом сообщает болгарское агентство ВТА с осылкой на организатора Всеармянского благотворительного союза. Первым мероприятием, которое состоится в новом центре 30 апреля, станет концерт Кристины Азнавур. Также обсуждалась инициатива назвать одну из улиц Варны именем декана и ректора Варнского гемедицинского университета доктора наук профессора Карапета Капреляна и установить его барельеф. Капрелян был основателем кафедры вирусологии и нескольких больниц города. В настоящее время его сын является заместителем председателя правления Всеармянского благотворительного союза. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!